Здравствуйте! Это программа 4 сезона и я ее ведущий Игорь Коробов. Одно из самых древнейших огородных растений, которые стали выращивать наши предки, был горох. Был это так давно, что этого даже никто и не помнит. Недаром существует выражение «при царе горохе». Фасоль, чечевица и горох в древности составляли значительную часть рациона. Выращивали его часто и по многу. И из-за того, что все бобовые очень питательны, и еще из-за одного удивительного свойства. Дело в том, что бобовые не истощают почву. Они, как бы сказать, собирают азот из воздуха и его связывают в почве, возле корней. Таким образом, насыщают почву естественными азотными удобрениями. Точнее, накапливают азот не сами растения, а обитающие у них на корневой системе клубеньковые бактерии. Они находятся с бобовыми в симбиозе и создают в корневой системе бобовых ложные клубни. Горошек любит солнечный свет и влажную почву, но заболоченных почв он не переносит. Из-за этих уникальных бактерий возникла еще одна особенность гороха. Его можно выращивать на одном и том же месте несколько лет подряд. Но, если вдруг вы решили поменять месторасположение посадки этого гороха, то обязательно возьмите с прежнего участка немного почвы. Таким образом, клубеньковые бактерии попадут на новое место и помогут растениям в насыщении почвы азотом. Самое главное, когда мы выбираем новый участок для гороха, выбрать место, чтобы было достаточно солнца. Горох – растение светолюбивое, поэтому участок должен быть солнечным и незатененным. А вот к плодородию почвы горох не очень требователен. Лучше всего его высевать второй-третьей культуре все в обороте. То есть, иными словами, через год-два после внесения в почву питательных веществ. Осенью почву известкуют, на малоплодородных почвах вносят перегной или компост в количестве 3-5 кг на квадратный метр и перекапывают на глубину двух штыков. Под перекопку на один квадратный метр вносят 15-20 грамм суперфосфата. Распределяем равномерно его. И 20-30 грамм хлористого калия. Ну, примерно вот так. И тоже равномерно распределяем его по участку. Можно внести все удобрения весной. Непосредственно перед посевом полезно будет добавить 10-15 грамм мочевины. Также полезно добавить пол чайной ложки борной кислоты, молибденовой и другие микроэлементы. Горох и фасоль играют немаловажную роль в лечебном питании. Отвар семян гороха, как и всего растения, обладает сильным мочегонным действием. Он способствует выведению солей и растворению камней в почках. Обнаружено, что гороховое масло обладает гормоноподобными свойствами. Горох показан в пищевом рационе сердечных больных. В народной медицине гороховую муку потребляют в виде припарок для размягчения нарывов и фурункулов. Зеленый горошек, остолченный в муку, был излюбленным косметическим средством древних римлянок. Так называемую римскую маску, приготовленную из гороховой муки, молочной сыворотки, используют и сейчас. Две столовые ложки муки замешивают в таком же количестве сыворотки и накладывают маску на лицо. Такая маска хорошо очищает кожу, разглаживает, делает ее нежной, упругой и бархатистой. Семена гороха необходимо прогреть в горячей воде приблизительной температурой 40 градусов в течение 5 минут. Можно вместо воды использовать раствор микроудобрения, молибденово-кислого аммония или борной кислоты из расчета 2 грамма на 10 литров воды. Это повысит устойчивость семян и ускорит их развитие. Сеять можно сухими или набухшими семенами. Для ускорения прорастания горох можно на ночь замочить. Но если продержать его в воде дольше и пойдут пузырьки, то это означает, что часть семян утонула, то есть погибла. Полезно семена обработать бактериальными удобрениями. Горошек довольно холодостойкая культура. Его всходы выдерживают заморозки до минус 2-6 градусов мороза. Однако высевать в холодную почву горох не рекомендуется. В холодной почве замедляется прорастание горошин. И большинство горошин подвергаются воздействию почвенных вредителей и болезням. А вот цветы и молодые стручки гороха очень чувствительны к низким температурам. Горошек можно высаживать с конца апреля до середины июля. Обычно в перерывах между посевами делают буквально 2 недели на разных участках. Это делается для того, чтобы урожай равномерно подходил, и его потом можно было легко убирать. Горошек растет довольно быстро, и поэтому посаженный даже в середине июля он вполне успевает вызреть. Из-за этой особенности его рекомендуют высаживать второй культурой на освободившихся участках сада. Для отбраковки семян, зараженных гороховой зерновкой, используют 3% раствор поваренной соли. Зараженные семена всплывают, их отбраковывают, полноценные семена опускаются на дно. Раствор аккуратно сливают, а семена, которые полноценные, промываются в проточной воде. Очень полезно перед посевом прогреть семена на солнце, рассыпав их на ткань и периодически помешивая. Для того, чтобы ускорить появление всходов, семена замачивают в теплой воде. А для того, чтобы обеззаразить их от возбудителей болезни, семена замачивают в горячей воде в течение 2 часов, но температура не должна превышать выше 55 градусов. Будьте осторожны. Даже в холодной воде при длительном замачивании семена разваливаются на две половинки и погибает зародыш. Очень важный момент. Семена набухшие надо высевать только во влажную почву. Участок под горох готовят заранее. В широкой тяпке вдоль грядок делается борозда шириной 15-25 см. До следующей борозды расстояние от 45 до 70 см. Далее в каждую борозду насыпьте навоз или перегной, залу и комплексное удобрение. Хорошенько перемешайте и сверху засыпьте землей и обязательно выровняйте. После этого глубина борозды должна остаться 3-5 см. В день посева семена обрабатываются бактериальным удобрением, нитрогином, который способствует образованию клубеньков на корнях. Необходимо использовать специальный гороховый нитрогин. Фасолевый нитрогин для гороха не пригоден. Нитрогин выпускают в бутылках. Содержимого одной бутылки, это примерно полкилограмма нитрогина, достаточно для обработки такого количества семян, которым можно засеять целый гектар. Техника применения предельно проста. Полкилограмма нитрогина разбавляют в 2 литрах воды, перемешивают хорошенько и выливают все это на семена. Семена тоже тщательно перемешивают. Обработку нитрогином лучше всего производить в тени, потому как прямые солнечные лучи убивают клубеньковые бактерии. Горох и фасоль В древней Греции и в древнем Риме горох ели бедняки. Испания готовила из гороха похлебку с ветчиной, а Германия использовала горох при приготовлении огромного количества различных блюд. Латинская Америка также стала тем регионом, где горох сыскал себе великую славу. Здесь его стали выращивать на склонах ант, как одну из распространенных одомашненных культур. Разбросайте семена по борозде на расстоянии 5-8 сантиметров друг от друга. С бортиков присыпьте их землей так, чтобы семена оказались на глубине не более 5 сантиметров. Далее, тыльной стороной грабель обязательно уплотните сверху землю. Это нужно для того, чтобы к семенам равномерно поступала влага. Приблизительно через неделю появятся первые всходы. Одним из самых злостных вредителей гороха в средней полосе России является гороховая плодожорка или листовертка. Гусеницы этого вредителя зимуют в земле. Выход бабочек совпадает с цветением гороха. Одна бабочка, садясь на горох, откладывает на цветах, на стеблях, на листьях от 200 и более яичек. Через 5-10 дней, в зависимости от погодных условий, из яичек выходят гусеницы, проникают в бобы, питаются там молодым горохом. Таким образом получается, что горох испорчен, а порой и полностью уничтожен. Через 15-20 дней, оставив после себя экскременты, скрепленные паутиной, гусеницы-плодожорки через прогрызенное отверстие выбираются наружу и спускаются вниз на землю. К моменту уборки большая часть гусениц зарывается в грунт на глубину 2-2,5 см, ну, а огородник остается с безнадежно испорченным урожаем. Следует заметить, что ранние сорта меньше повреждаются плодожоркой. К тому же, меньше страдают от этого вредителя растения ранних сроков посева. Бороться с гороховой плодожоркой помогают периодические опрыскивания отваром горькой полыни, томатной ботвы, настойкой корней лопуха, листьями чистотела, табака и чеснока. Например, настойка чеснока делается следующим образом. Берем 20 грамм чеснока, пропускаем через мясорубку, заливаем 10 литрами воды, настаиваем сутки и этим раствором опрыскиваем горох. Не следует ждать, пока плодожорка появится и начнет бесчинствовать. Лучше всего провести предварительное профилактическое опрыскивание. Помогает в борьбе с плодожоркой опудривание растений золой, табаком и сухим порошком листьев чистотела. Одно из самых эффективных средств в борьбе с этим вредителем – это подзимняя перекопка участка и ранний посев гороха. А некоторые специалисты рекомендуют в виде профилактического средства перед посевом прогреть семена гороха. Весьма распространенное заболевание гороха – мучнистая роса. С этим заболеванием можно справиться, опрыскивая горох настоем асотополевого. Берем 300 грамм листьев асотополевого, заливаем 10 литрами воды, настаиваем 8 часов и опрыскиваем дважды с перерывом в неделю. Первой группой болезни – это у нас идут корневые гнили. Корневые гнили могут быть разных этиологий, то есть они могут вызываться разными патогенами, но в основном причины, вызывающие корневые гнили, они схожи для всех патогенов. Прореживание, то есть есть норма высева, опять же, на каждую культуру есть своя норма высева, чтобы не было загущенности. Когда есть загущенность, нет вентиляции в прикорневой зоне, соответственно, там есть благоприятные условия для развития болезней, тех же корневых гнилей. Дальнейший уход за горохом состоит в рыхлении междурядей, прополке и подкормке. Рыхлить междуряди на первом этапе очень важно, когда растения еще маленькие и корни гороха и клубеньковые бактерии нуждаются в доступе воздуха. А как только растения достигнут высоты 5-8 сантиметров, мы делаем первую подкормку, а через 2 недели – вторую. Подкармливать горох мы будем нитроаммофоской. Первую подкормку делают в сухом виде, рассыпая удобрение по поверхности, затем обязательно тщательно полить. Вносим удобрение из расчета 20-25 грамм на 1 квадратный метр. Вторую подкормку делаем в жидком виде, из расчета 3 грамма на 1 литр. Вносить раствор в междуряди нужно таким образом, чтобы он не попадал на листья. Поливать горох нужно часто, но не реже одного раза в неделю, из расчета одно ведро на 1 квадратный метр. Грегор Мендель Горох – растение вьющееся, и поэтому под него обязательно нужно укреплять подпорки. Их можно делать из деревянных или металлических кольев. Если вы планируете отвезти участок подбобовые на несколько лет, то для этого можно использовать сооружение, подобное шпалере, которую делают под огурцы. Что нужно? Вбиваются колья, между ними натягивается проволока или крупная ячеистая сетка. Существует одна хитрость. Определите, с какой стороны чаще всего у вас на участке дует ветер. И установите сетку с подветренной стороны. Тогда ветер будет как бы прижимать растение к сетке, а не отрывать от него. Всходы гороха очень часто расклевывают птицы. Поэтому над молодыми растениями очень часто устанавливают сетку. То есть натягивают её для того, чтобы защитить их. Бобы играют важную роль в рационе вегетарианцев. Так как в отличие от мяса, содержащего помимо белков ещё и избыточное количество жира, бобы вместе с белками имеют нормализированную для организма долю жировых включений. Диетологами заверено, что при каждодневном употреблении около 150 грамм бобовых содержание холестерина в крови значительно понизится. А при регулярном употреблении бобов в пищу в небольших количествах содержание холестерина нормализуется на долгое время. В наше время известен секрет силы и долголетия кипчаков, степных кочевников, каганат которых прославился своим могуществом. Сила и легендарное здоровье кипчаков напрямую связаны с постоянным употреблением в пищу горохового молока, хет-борсака и продуктов из него. Горох – это сокровищница витаминов, микроэлементов и других полезных веществ. Это настоящая зелёная аптека. Горохового рациона придерживаются многие звёзды Голливуда. Ричард Гир, Памела Андерсон и другие. И не только Голливуда, но и во всём мире он почитаем. Это горох. Вкусно и полезно. По содержанию углеводов и белков горох, как и другие боговые, во многом превосходят другие овощи. Биологическая ценность белка гороха определяется высокой степенью усвояемости находящихся в нём аминокислот. Горох богат витаминами А, группы В и С, солями, фосфором, кальцием, железом, а также клетчаткой. В народной медицине надземные части гороха используют в виде настойки в качестве мочегонного средства. При гнадичковых заболеваниях кожи используют припарки из гороховой муки. Кстати, семена гороха сохраняют схожесть 5-6 лет. Здравствуйте! С вами снова рубрика «Лаборатория» и я её ведущая Людмила Антипова. Сегодня мы с вами поговорим об органических удобрениях. О тех удобрениях, которые сама природа готовит для того, чтобы урожай на наших с вами огородах был полноценным, вкусным и здоровым. Ранее мы уже с вами говорили о таком органическом удобрении, как навоз. Он очень эффективен, так как содержит весь комплекс полезных веществ для наших овощей. Но я напомню вам, что стоит быть осторожным с его применением. Закладывать его лучше заранее, с осени, и то хорошо перепревший. Но существует ещё одно удобрение, которое, по сути, представляет собой жидкий навоз, так называемая навозная жижа. По сути, это навоз, растворённый в воде. Это удобрение намного больше подходит нашим культурам, потому что содержит в себе тот же комплекс, является калийно-азотным удобрением, но при этом гораздо легче передаёт полезные вещества культурам. Приготовить такую навозную жижу, такое полезное удобрение, очень просто. И сейчас я расскажу вам, как. Возьмите для этого бочку, поставьте её где-то в конце участка. Лучше, если вы вкопаете бочку в землю. Засыпьте туда примерно до середины навоз, потом залейте водой. Не забудьте добавить обязательно немного золы. В течение 10 дней тщательно перемешивайте до состояния однородной консистенции, а потом оставьте на 2-3 дня отстояться. И всё, удачное и отличное удобрение для вашего участка готово. Полученное азотно-калийное удобрение в виде навозной жижи всё-таки не стоит спешить вносить сразу. Я советую вам разбавить его водой в соотношении 1 к 2 или 1 к 4 в зависимости от консистенции удобрения. Затем запомните ещё одно важное правило. Вносить его лучше в пасмурную погоду или поздно вечером. Но и самое главное помнить, что выкопав лунку и внеся это удобрение, обязательно нужно присыпать его землёй, потому что так оно будет гораздо эффективнее воздействовать на наши овощи. Несмотря на всю полезность такого органического удобрения, как навозная жижа, я хотела бы рассказать вам ещё об одном не менее полезном удобрении. Всё просто – это птичий помёт. Весь секрет в том, что птичий помёт – это гораздо более эффективное и быстродействующее удобрение. В 10 кг птичьего помёта, лучше если он будет куриный или голубиный, содержится гораздо больше полезных для наших культур веществ, таких как азот, калий и фосфор. Особенно хорошо использовать птичий помёт в саду для подкормки плодовых или ягодных растений. Лучше всего это делать весной или летом. Стоит помнить лишь одно, что птичий помёт лучше всего вносить тоже в жидком виде. Обычно птичий помёт смешивают с водой в соотношении 1 к 7 и дают настояться в течение двух суток. Затем перед внесением жидкость хорошо взбалтывают и снова разбавляют водой в соотношении 1 к 1. Затем в ведро такой жидкости, такого удобрения вносят из расчёта одно ведро примерно на 2 квадратных метра. Ну а я напоминаю вам, что в нашей лаборатории мы по-прежнему ждём образцов земли с ваших участков. Не забудьте приложить к образцу письмо, в котором опишите подробно, что выращиваете, какие проблемы испытываете, что хотели бы вырастить. И обязательно укажите, какие удобрения уже вносили. Ну а специалисты нашей лаборатории совершенно бесплатно проведут анализ и дадут вам все необходимые рекомендации. Сегодня мы говорили с вами об органических удобрениях. На этом я заканчиваю. С вами была рубрика «Лаборатория». Я её ведущая Людмила Антипова. Мы желаем вам удачи на даче. Горошек на лопатку начинают собирать через 8-10 дней, а на зелёный горошек через 12-15 дней после цветения. В этот период в нём содержится наибольшее количество сахара. Перезревший горох также нужно собирать, не оставляя его на растение, так как перезревшие стручки задерживают рост новых. При отрывании стручков одной рукой нужно придерживать стебель, потому как стручки сидят очень крепко. И отрывая, можно повредить целое растение. Чтобы урожай был выше, сбор проводят регулярно, каждые 2-3 дня. Плодоносит каждое растение 4-6 недель. Семена для будущих посевов также можно вырастить самостоятельно. Для этого стручки гороха оставляют вызревать на кустах. Когда созревают самые нижние стручки, растения срезают под корень, связывают в пучки и вывешивают дозревать в помещении, которое хорошо проветривается на 1-2 недели. Схожесть семена сохраняют в течение двух лет. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА